Интернет не перестает меня удивлять В опросах с Нирваной, Лимбискетом, Линкин Парком Везде, в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе, в Телеграме Везде победили Deftones Вот песня Change в ТикТоке зафорсилась Ее все узнали и теперь все хотят слушать Deftones Ну и хорошо Вообще предыдущий ролик с разбором текста набрал не очень Поэтому чуваки, поставьте пожалуйста лайк, если не подписаны Подпишитесь на канал, Ютуб это очень любит И еще напишите в комментах трек, который в следующем хотели бы увидеть на разборе Потому что я уже вообще не знаю, что кому-то надо, а что кому-то не надо А сегодня говорим про собственное лето Чина Морена Здрасте, вы на канале Сейна Знаете, роликами с разборами текстов я действительно прокачиваю свой английский И я был бы рад пойти на курсы тут Да я бы от полноценного образования не отказался Вот проблема только в том, что цены на курсы языка здесь начинаются от нескольких тысяч долларов Вот было бы круто иметь возможность сначала получить все знания, а заплатить за них только когда я уже заработаю миллион долларов Конечно же у меня такой возможности нет А знаете у кого есть? У тех, кто хочет работать в IT Нужны доказательства? Пожалуйста На курсе по горазработке в Ката Академии студент оплачивает обучение только после получения работы по специальности Главная цель Ката — реальное трудоустройство IT-специалистов в компании Москвы и Санкт-Петербурга При этом платите вы именно после трудоустройства, а не просто по окончании курса Поэтому Ката Академии реально заинтересованы в том, чтобы вы получили работу в Сбер, Иннотех, Тинькофф, Альфа, МТС и других топовых IT-компаниях, в которых прямо сейчас работают выпускники Ката Вас обучат языку программирования Golang Это относительно молодой язык программирования, созданный в 2007 году компанией Google В Go учтены ошибки старых громоздких языков, что делает его проще для обучения и быстрее для работы Golang создавался с расчетом на будущее, именно поэтому последние несколько лет он стабильно занимает лидирующие позиции в топе самых высокооплачиваемых языков на рынке С ним работают такие гиганты, как Mail.ru Group, Avito, Ozon и LaModa Пройдя курс по горазработке, вы устраиваетесь на работу с зарплатой хотя бы в 100 тысяч рублей и только после этого начинаете оплачивать пройденное обучение Оплата составляет 17% от зарплаты выпускника в течение 24 месяцев И все это время команда Ката будет поддерживать вас Вебинары по хард и софт скиллам, различные оффлайн ивенты и помощь комьюнити Нужно быть готовым к тому, что устраиваться на работу придется в офисы Москвы и Санкт-Петербурга Ведь именно там самые высокие зарплаты, огромное количество вакансий и вообще вся IT-тусовка России При этом на курсе вам прокачают не только хард скиллы, но и научат коммуницировать с другими отделами, что очень пригодится на будущей работе А также превьют самостоятельность, которая необходима каждому программисту Поэтому переходите по ссылке в описании и получите профессию, которая по-настоящему себя окупает Возвращаемся к ролику Начнем, как обычно, с предыстории И вот Deftones, мне кажется, одной из групп из серии музыка для музыкантов Потому что пока я готовился, то, насколько Deftones облизывают музыкальные блогеры Просто мало с чем можно сравнить И то, что это как раз теперь разошлось по широкой аудитории Ну, во-первых, этим и можно объяснить, что, мол, музыка была вот такая уникальная Но мне кажется, понятно, что вот эта вот известность у массового зрителя, она к справедливости Ну, никакого отношения не имеет Но раз уж такая волна пошла, то может там как-нибудь в ТикТоке Тул заверусяться или Праймус Вот, ребят, я такие видосы сниму, вы не представляете Также в каждом втором видео Deftones называют радиохэд от мира металла И это, безусловно, актуальное выражение Но актуально оно для них уже после альбома White Pony А все, что до этого, оно, ну, можно сказать, более конъюнктурное Но мне важнее подчеркнуть, что музыка Deftones очень сильно менялась с течением времени Они несколько раз давали нью-металлу и вообще, в принципе, современной для них музыкальной сцены Новые вдохи и новые вдохновения и своим примером показывают, как бы, вот, как раз всем остальным Что можно меняться, тем не менее оставаться на плаву И если вы особенно гениальны, то эксперименты вам позволительны Сегодняшний же объект нашего альбома, песня My Own Summer Она относится, наверное, к самому конъюнктурному их альбому Around the Fur К названию мы потом обязательно тоже вернемся Но по поводу самого релиза, вот как раз вся эта история про Radiohead Она начинается очень потом И если вы реально только пару песен Deftones слушали То вот самое время, либо там в зал собраться на беговую дорожку Либо просто по улице походить Короче, выделить часик-другой пару раз в неделю Чтобы постепенно послушать разные альбомы Deftones И обратить вот внимание на то, насколько звук разный И ни в коем случае не стоит находиться в иллюзиях Что просто некоторым дано звук менять, а некоторым не дано На самом деле, при любом отклонении от того, как звучал ваш предыдущий альбом Вы получаете какое-то количество недовольной фан-базы Поэтому это всегда дорого стоит И поэтому Deftones большая уважуха за это Еще одна уважуха, которую необходимо выписать в Deftones Это некоторые их обложки Потому что, ну вот просто поглядите Ну местами совершенно гениально Я бы с удовольствием это как постеры у себя дома вешал Но я вынужден говорить некоторые Потому что вот Да, череп и розы Да А еще вот Ну тут как бы просто нечего сказать Но в качестве удачных обложек хочется упомянуть их самую первую И вот этот вот странный предмет Это то, что по-русски называется спринцовка Это такая небольшая клизмочка для выведения детских соплей То есть, понимаете Первый альбом и на его обложке штука для выведения детских соплей По-моему, бриллиант Обложка же Around the Fur гораздо менее художественно ценная, по-моему Но зато отлично отражает время, в которое вышел релиз И вот это вот замечательное бикини, которое вы видите на девушке Оно было снято не совсем с ее согласия Дело в том, что видите вот справа эти замечательные мужские ноги Это ноги фотографа Его зовут Рик Косик И этот чувак был как раз знаменит тем Что снимал скейтерскую, боемиксерскую и другую уличную движуху того времени Из-за чего его работы очень нравились членам группы Которые прямо тогда находились в этой движухе И солист Чино Морено Он сам катался на скейте И его вся эта тема увлекала Так вот, фотограф на тусовке, которую организовали Deftones Буквально подошел к рандомной девушке Потому что, цитата Просто так получилось, что я сделал фото этой девушки Типа в 4 утра И я даже не знаю, кто она такая Она, наверное, была одной из группис И я просто подумал Я вижу ее большие сиськи И такой, блин, я должен это сфотографировать В итоге, даже во время самой фотографии Девушка сказала, что он нарушил ее личное пространство И, короче, на нее наругалась Он говорил, что после этого весь оставшийся вечер Старался к ней не приближаться Но, в итоге, чуваки из группы договорились с ней Чтобы использовать ее изображение легально И, несмотря на то, что потом они такие Блин, мы же были женатыми людьми Зачем мы сделали такую пошлую обложку Но дух времени она отражает И настроение альбома тоже во многом отражает А этот альбом называют самым конъюнктурным Из всего, что выходило у Deftones Мол, он самый типичный нью-метальный И даже вот трек, который мы сейчас будем разбирать Он на куплетах содержит шепот А на припеве разрывающийся скриминг Где-то вы такое наверняка видели Собственно, последнее, что хочется упомянуть Перед тем, как перейти к My Own Summer Это песня Passenger Которая, во-первых, фит с Майдерным Джеймсом Кинноном И стул, что уже круто А во-вторых, вот просто к моменту о том С какими текстами мы в этот раз будем иметь дело Фишка в том, что песню можно воспринимать Как трек про секс в машине Так и трек про похищение И человека, которого похитили и везут в машине По-моему, это вышка вообще Очень круто А, еще последнее, забыл сказать Что название альбома Around the Fur Дословно переводится как Вокруг меха Но смысл этой фразы не про вокруг А как бы по ту сторону То есть это про изнанку Вот всей этой лухари жизни Которая на показ клевенькая И песня, которую мы сегодня разбираем Как раз тоже про изнанку Вот этой клевой жизни Под ярким солнцем в дорогих шмотках Эй ты, большая звезда Скажи мне, когда это закончится Сам Чино Морено рассказывал, что песня навеяна Во-первых, временами, когда он подолгу записывался ночью А когда, собственно, ему приходило время засыпать Уже светило яркое солнце Которое просто сжигало его глаза Очень его раздражало И, собственно, по причине того же солнца Он не хотел писаться и вообще что-то делать днем Потому что жара стояла адская И только ночью с наступлением прохлады и тишины Он мог приступать там к занятию своими делами В том числе к записи Плюс на это же наложилось то, что они турили Очень жарким летом И вот это вот постоянное Во-первых, ну действительно страдание От невозможной жары От которой там никуда не денешься На фестивалях И тебе нужно под этой вот жарой Прыгать, бегать и орать И, собственно, такое же бешеное количество людей Которые с тем же ассоциируются И они вот, мол, в эту жару заполоняют улицы И все это смешивается в голове Чино Морено Дальше Эй ты, Биг Муд Большое настроение Покажи мне путь в укрытие Это вот самое Биг Муд Используется и как Чтобы показать, что вот ты Что-то прям жестко релейтишь Вот это я перевожу мастерски Ну, короче, что ты с чем-то прям согласен И ты вот можешь то же самое ощутить Мол, Биг Муд Да, да, я чувствую то же самое Но также про Биг Муд Говорят в значении Более широкого взгляда на жизнь вообще То есть такое позитивное восприятие И вот этот самый Биг Муд Солнечный день, который всем нравится Он от него хочет, наоборот, спасения Какого-то укрытия Потому что я закончил Когда два Дошли до шести И это лето В данном случае Два Это две стрелки часов Которые доходят до шести То есть получается шесть тридцать И это лето То есть как раз восходит солнце И начинается солнцепек И дальше совершенно разрывной припев Которым, я думаю, песня обязана всем, что у нее есть И он состоит из строчки Засунета, засунета, засунета И в прямом переводе смысла немного Но штука в том, что есть идиома То есть засунета туда, куда солнце не светит И это общеизвестная идиома На которой, собственно, и играются здесь в припеве И в данном случае тоже простая вещь Которая, тем не менее, делает вот песню Такой гениальной, какой она является Что здесь переворачиваются классические значения тьмы и света То есть в данном случае свет это что-то плохое И здесь всегда, когда упоминается солнце Оно упоминается исключительно криком На него только орут, оно часть истерики А вот тьма, наоборот, комфортная зона В которой Чина шепчет И в которой он спокоен Я думаю, бог двигает своим языком И здесь, понятно, имеется в виду Какая-то аллюзия на апокалипсис Нету толп на улице И нету солнца В моем собственном лете И это и есть название песни То есть как раз Весь этот трек Он про вот эту вот летнюю депрессию И желание избавиться от всего Что обычно в лете должно содержаться Вот счастливые люди на солнечной улице Нет В собственном лете Чина Морена Должны быть пустые улицы И абсолютная тьма Честно, не могу не согласиться в том Насколько клевая летняя ночь Но песня не про клевую летнюю ночь Тень это инструмент Это девайс Это спасение Здесь, понятно, развивается та же мысль И на самом деле Я надеюсь, вы хорошо помните песню Чтобы у вас вот именно Вставало перед ушами То, как он пропевает эти строчки И как как раз То, что вот мы когда по строчке разбираем Оно кажется Ну таким супер простым В действительности Как раз в композиции песни Это наоборот Вообще шикарная драматургия Смотри, я стараюсь И смотрю в небо Но мои глаза сжигают И снова начинается этот бешеный припев И здесь, в принципе, нечего объяснять Это продолжение ровно той же мысли Что и была до этого Вот после этого разбора Обязательно переслушайте песню С пониманием всего текста Она для вас по-новому заиграет И, кстати, тут и там по всему тексту Раскидано слово клауд Ну, это облако И, собственно, то и дело Оно как бы появляется Символизируя то самое Недолгое временное спасение от солнца И вот его нет полноценно Ни в одной из строчек Но оно вот ненадолго возникает Как и сами облака И вот всем начинающим и продолжающим Сонграйтерам Один большой урок Что вам не надо много текста Вам не надо какой-то Огроменной подробной концепции Можно взять простую идею Что вы бодрствуете ночью Спите днём И разыграть Вот просто перевернуть Классическое представление О свете и тьме Что тоже, ну, много такого было И сколько металистов Разного толка И поджанрового определения К тьме обращались Но тут же у нас Не типичная тёмная сатана А тут совершенно другая история И при этом трек Мега-хит Хотя, ну, абсолютно Лёгкий и простой Но здесь, конечно, не стоит забывать Что вам при этом Нужны ещё гениальные музыканты Которые, во-первых, напишут Одно из самых вкусных Вступлений в метал-музыке Вот просто Как сделать первые Несколько секунд трека Вообще Настолько аппетитными Возможно И после этого Разовьют вашу идею С тем, как солнце Сжигает ваши глаза В то, чтобы Сама музыка Вот во время этих Интенсивных моментов Криков про солнце Звучала как мигрень Так что, да Нужно просто найти себе Пару гениальных музыкантов Со свежим Визионерским взглядом На музыку И тогда, да Можете писать простые песни А вот знаете Где много свежих И визионерских вещей? Во-первых В моём телеграм-канале В котором выходят посты Ну, просто Охерительной гениальности Реально абсолютно Уникальный контент Про музыку И искусство Бесплатный Всё для вас А есть ещё платный Это подборки Музла Книжек Книща Которые я тысячу лет Копил В своём закрытом паблике Вход в который По младшей подписке На Бусти И Патреоне И там всё очень клёво Можете пополнять свой плейлист До бесконечности А по старшей подписке На Бусти И Патреоне Доступ в закрытый ТГ-чат Фокус группы Сейнов Которую я скидываю Свои разные дизайники Наработки Советуюсь по превьюшкам И много всего разного другого Общаюсь с аудиторией Напрямую Поэтому хотите поддержать канал Вот такие опции есть А на этом всё Спасибо, что досмотрел Ты знаешь, что кнопка подписки А- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok